В студии у нас появился гость, это Галина Васильевна Голубь, замруководителя Департамента градостроительства. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Сегодня мы с вами говорим про аварийное жилье. Как вообще сейчас обстановка с переселением из ветхого и аварийного жилья, и как меняется то число домов, которые нужно снести, где людей нужно расселить? Ну, 31 декабря мы закончили региональную адресную программу. Мы ее завершили на два года раньше, чем положено. Она закончится в сентябре 2017 года, краем, а мы завершили на два года раньше. Ну, надеемся, что нам дадут дополнительные деньги для расселения. Сколько по этой программе удалось расселить? У нас 1041 семья по этой программе участвовала, 117 домов, и освоили мы 2,4 миллиарда денег. Но в настоящее время у нас программа была разбита на три этапа, первый, второй, третий. И вот по второму, третьему этапу у нас 90 судов, но 1041 семья, это меньше даже 10%, это нормально. Это те граждане, которые не согласны с расселением. И в настоящее время мы завершаем как бы расселение, но уже через суды. А скажите, а вот для нас пока завершается эта федеральная программа, а сколько аварийных домов в Красноярске еще осталось? На сегодняшний день принято аварийными 293 дома. То есть 1117 снесли, 293 еще требуют сноса. А какой район самый проблемный в этом плане? Ленинский? Невозможно сказать. Во всех районах свои дома и примерно количество... Ну, чем больше район, тем больше домов. От 25, допустим, в Свердловском сейчас где-то 25 домов мы вот по программе РАП снесли. И в настоящее время, наверное, еще где-то там 30, может, 40 домов тоже есть. А тоже для понимания, вот 293 дома, которые требуют переселения, и завершившаяся федеральная программа, конечно, будем надеяться, что она вновь возобновится. Но тем не менее, если не возобновится, город вообще сам собственными средствами может потянуть снос переселения этих людей? Какие это объемы? Нет, конечно. Вот в рамках жесточайшего кризиса и такого жесткого бюджета мы не можем только за бюджетные городские деньги расселить такое количество людей. Но мы привлекаем средства инвесторов. У нас существует программа развития застроенных территорий. На сегодняшний день 8 договоров заключено. И там по ней будет расселено 24 дома силами инвестора. Это где-то около 300 семей, тоже немаленькие. И деньги затратят в количестве 700 миллионов. То есть те, кто выиграли наши договора, они будут расселять людей. Потратят на это около 700 миллионов. И еще у нас в планах 12 территорий по РЗТ. Там тоже где-то порядка 300 с лишним семей будет переселяться из 36 бараков. Я правильно понимаю, что для застройщиков сейчас особенного выбора-то и нет? Потому что свободных земель в Красноярске мало. Можно только брать и использовать те территории. Они какие обязательства на себя берут? Просто снести и переселить или что-то сделать? Нет, они берут на себя обязательства именно переселить граждан. Но чисто переселением физически занимается город. Они нам поставляют квартиры для переселения по соц. найму и выкупную стоимость для собственников. А мы занимаемся расселением. Вы говорили, что часть семей, менее 10%, не согласны с расселением. А с чем не согласны? С квадратурой, с районом, куда переселяют? С чем какие основные претензии? Ну, у жителей много претензий. И есть претензии по району, есть претензии по квадратуре. Но мы стараемся в рамках закона все выдерживать. То есть соцнанимателям мы предоставляем квартиры по общей площади, по жилой, по количеству комнат. А вот собственники находятся, ну это в рамках законодательства российского, в более худших условиях, так можно сказать. Потому как если они не согласны с переселением в квартиру, а там квартира предоставляется по выкупной стоимости, то тогда мы направляемся в суд, и суд ставит точку. И тогда собственник получает только выкупную стоимость. А скажите, а вот с этими условиями переселения, когда речет про развитие застроенных территорий, там механизм тот же самый? Механизм тот же самый. То есть люди не остаются один на один застройщиком, город все равно в этом участвует? Только город участвует в расселении. Я еще раз повторю, что застройщик, он только финансирует расселение. Расселяем мы также по жилищному кодексу. Не могу не спросить, много подобных вопросов. Конкретику уходить не будем. В целом хочу спросить, много ли домов, по вашему мнению, по вашим оценкам, которые формально пока аварийными не признаны, но фактически очень близки к тому? То есть вот 293 дома сейчас есть. Признаны. Да, признаны. Какое количество еще придет в течение года-двух по оценкам? Насколько это реальная цифра, характеризующая состояние аварийного жилого фонда? Ну, я думаю, еще достаточное количество аварийных домов не признанных. И дело тут в том, что некоторые граждане активные, они сами заказывают оценку своего дома техническую и выходят на межведомственную комиссию по признанию. И тогда дом признается аварийным. А те, кто живут в тех условиях, в которых есть, и их все устраивает, естественно, дома еще не признаны аварийными, хотя физически они, может быть, тоже уже находятся в такой стадии. Ну, сколько домов? Это трудно сейчас сказать. Наверное, столько же, может, даже больше. То есть до решения проблемы с аварийным жильем нам еще далековато? Ну да, но у нас мы вот надеемся на получение денег под универсиаду, там у нас 64 дома. Надеемся, что будет продлена региональная адресная программа, ну и активно вот участвуем в развитии застроенных территорий. Скажите, пожалуйста, если у красноярцев возникают вопросы, будь то про то, как признать дом аварийным, или будь то по переселению в рамках развития застроенных территорий, куда они могут обратиться, некий номер телефона, куда они могут позвонить? Ну, у нас все есть на сайте департамента градостроительства, есть сайт департамента градостроительства, если на него зайти, там у нас есть вся информация по признанным домам уже аварийными. Также можно позвонить в УКС, к сожалению, сейчас телефон не могу сказать. Управление капитального строительства? Да, управление капитального строительства. Спасибо вам большое, Галина Васильевна, что пришли в нашу студию, отвечали на наши вопросы. Удачи в этом непростом деле.